Кто несет ответственность за гибель людей на дорогах? Тамер Адар, Чулча Лист, Израиль 3 июля 2018 года Согласно данным Управления за безопасность движения, в первой половине текущего года на дорогах Израиля погибли 150 человек. В прошлом году эта цифра составляла 193 человека. После публикации этих данных министр транспорта Израиль Кац заявил, что снижение случаев гибели в авариях во многом заслуга его ведомства, работающего над улучшением системы общественного транспорта и качества шоссейных дорог. Это заявление вызвало резкую реакцию организации «Ор Ярок», «Зеленый свет», которая не согласна с такой постановкой вопроса. Кац написал на своей странице в социальной сети Facebook, что «Ор Ярок» и разные прочие деятели, занимающиеся темой дорожных аварий, «В шоке». «Ведь после столь обнадеживающих данных им больше ни на кого нападать». «Впереди у нас по-прежнему много работы, но мириться с лицемерием нельзя», написал министр транспорта. Следует отметить, что, несмотря на победные реляции Кацца, его нынешний министерский срок считается одним из наиболее тяжелых в истории страны, во всем, что касается дорожно-транспортных происшествий. Среди прочего это связано и с тем, что за этот период число автомобилей на дорогах страны резко возросло. Согласно данным ЦСБ, в 2017 году в авариях погиб 321 человек. В 2016 году этот показатель составил 335 человек, а в 2015 – 322. Организация ОРЯРОК поспешила ответить Исраэлю Каццу. На своей странице в Фейсбуке она опубликовала пост, в котором содержится ответ, выдержанный в резком тоне. «Доброе утро, уважаемый министр по безопасности на дорогах», – пишет ОРЯРОК. «Мы рады, что вы наконец проснулись и заинтересовались темой дорожных аварий. Не прошло и 9 лет. 9 лет провальной политики в этой сфере. 157 ем, потерявшим своих близких в последние месяцы, это уже не поможет. Ваш цинизм неуместен. Мы продолжим бороться с ДТП и спасать жизнь людей. На деле, а не на словах». Продолжение следует...